Добрый вечер, уважаемые слушатели, в эфире Алирадио, программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 3 марта, понедельник, и я вас приветствую после такого небольшого трехнедельного перерыва, который случился по причине поездки в Перу. Поездка планировалась за годи, но то, что украинские события наложились на вот эту поездку, ну не знаю. Но я думаю, что мы это, в общем-то, обсудим отдельно. И тема нашей сегодняшней передачи, тема сегодняшнего эфира, я думаю, что мы его продлим, то есть обычно сейчас 2.40 минутки, я думаю, что продлим там столько, сколько надо. Я думаю, что как минимум 2 часа он продлится, потому что нужно обсудить события на Украине, и, наверное, будет интересен рассказ о том, зачем я ездил в Перу с единомышленниками, в общем-то, что мы там делали, что мы там узнали, открыли. В материале, в таком отчете, который называется «Хождение на небо», было сказано о том, что мы воспринимаем вот эти события на Украине как текучку. Хотя вот они действительно такие тектонические, грандиозные, а поездка в Перу как такое фундаментальное дело. Почему я так думаю? Я, в общем-то, попробую объяснить, насколько это можно, насколько это возможно объяснить. Дело в том, что, в общем-то, так сказать, наша поездка, она имела такое двоякое значение. Это было, с одной стороны, поездка в страну, которая сохранила вот этот культ Солнца, сохранила вот эту солнечную Божью искру, а с другой стороны, это была поездка за вот некими такими эзотерическими знаниями и эзотерическими какими-то откровениями, открытиями. Я попробую об этом рассказать так более подробно уже, значит, после такой разбора событий на Украине. Я так полагаю, что слушатели и читатели Агентства Русской Информации, они хотят услышать мою позицию. Позиция Агентства Русской Информации отражена в некоторых наших материалах, но она отражена все-таки однобоко. Почему? Потому что, значит, количество этих событий, оно достаточно большое, вот. И вот в этих материалах все нюансы не отразить. А вот когда вот такое количество событий, такой калейдоскоп, столько персонажей, столько сторон, вы знаете, значит, нужно вот именно объяснять все на пальцах и, в общем, лучше всего устно. Письменно это достаточно сложно. Ну, и начну я с конца, наверное. Начну я с конца, вот, с того, что, значит, что случилось там в Крыму, то есть, в общем, события в Крыму. Так сразу, значит, какая-то часть читателей поддержала нашу позицию, а какая-то часть читателей начала нас обвинять, в общем-то, что мы тут чуть ли не предали украинскую там революцию, и мы не понимаем момента, вот там у них вот такие сложности, такие сложности, такие. И вот я думаю, что нужно прояснить свою позицию вот в этом отношении. Значит, сразу скажу, что мы на протяжении всех событий на Украине, на протяжении всего этого противостояния оппозиции и Януковича, мы поддерживали оппозицию. Это, в общем-то, известно, и наши читатели поддерживали оппозицию. И это была не просто поддержка, мы, в общем-то, были душой на стороне оппозиции, на стороне Майдана, ну вот. И хотели его победы, хотели, чтобы был свергнут режим Янукович, совковый такой криптократический режим. Вот. Но в то время, когда вот мы этого, в общем-то, хотели, мы исходили из лучших надежд и побуждений. Хотя, так сказать, как люди опытные понимали, что надежды надеждами, а жизнь, она, в общем-то, она растает в своей точке нады. А надежды были какие? Что победившие революционеры, если у них, в общем-то, будет немножечко масла в голове, победившие революционеры, предложат Украине, значит, самую широкую федерализацию, самоуправление и создадут такое новое, современное государство, отбросив вот все эти совковые, вот эти шоры, отбросив эти совковые путы, отбросив эти совковые коды. Дело в том, что это было не только, понимаете, так сказать, ожидание, это была насущная необходимость для того, чтобы революционеры выжили после вот такого, в общем-то, переворота. Для этого требовалось вот именно вот такое решение. Естественно, так сказать, нам и в голову не могло прийти, что на следующий день после победы, точнее, победа стала ясна только ночью 22-го, с 21-го на 22-го. И 22-го, собравшись, революционеры, первым законом, который они приняли, точнее, отменили, они отменили закон о региональных языках, который, в общем-то, подразумевал наличие, использование в регионах, там, в делопроизводстве русского языка. Ну, что там еще, как бы, использовался, этим, значит, этим воспользовались люди, говорящие, там, на венгерском языке, там, на румынском языке, вот. Ну, там, понятно, это, там, капля в море. В основном это было, касалось людей, которые говорили на русском языке. Что это, как бы, подразумевало? Ну, то, что они, там, смогут заполнять, там, эти, знаете, карточки с ЖКХ на русском языке, там, ну, такие, какие-то местные, местные бумажки, местные бумажки, там, ну, еще-то, я не знаю, там, какие-то прошения на русском языке могут заполнять, ну, в общем-то, так сказать, там, какие-то формуляры на русском языке местные, вот. Там, нотариальные какие-то, там, документы тоже на русском языке, в общем-то, так сказать, на котором люди общаются, живут, вот. Но вот революционеры решили, что это такую, в общем-то, малость нельзя никак оставить этим несчастным людям, потому что мы, так сказать, понимаем, что на Востоке очень много совков, людей, которые находятся в мороке, у которых там зашоренное сознание, все прекрасно понимают. Людей с такой рабской психологией, готовых там подчиняться кому угодно, там, в общем-то, любым бандитам, вот там, в том числе, это Янукович и его там, эта банда, которая там из Донецка. И вот у этих людей вот единственное, что было, это, в общем-то, достижение. За 20 лет там независимости Украины они, значит, получили, хотя там говорят десятки миллионов человек на этом языке, они получили вот только вот этот язык, Куций, закон от Януковича. Он их кинул, он их обманул. Он обещал, что русский язык станет вторым государственным языком. Он их кинул, он их обманул, они приняли вот этот Куций такой убогий совершенно закон о региональных языках, что только в регионах можно. И вот революционеры, ощутив, в общем-то, так сказать, себя у руля, первым делом решили отменить вот этот закон о региональных языках. И, понимаете, так сказать, вот мы написали в материале о том, что бывают такие случаи в истории, когда одно слово решает все. В данном случае вот это одно заседание, оно решило все. И ничего уже изменить нельзя. То есть вместо того, чтобы предложить Украине, так обратиться к народу Украины, можно к народам, можно к народу, если вы считаете этих людей своими соплеменниками, согражданами, значит, людьми, которые должны вместе с вами строить процветающую, свободную Украину, значит, вы должны обратиться, что да, вот мы пришли к власти. Ну, как бы вот я вот на месте, в общем-то, этих революционеров поступил бы. Сказал бы, братья и сестры, мы завоевали, мы свергли ненавистный советский режим. Мы завоевали свободу. Свободу не для себя, а для всех. И теперь мы соберем учредительное собрание всех украинцев, всех граждан Украины. И на этом учредительном собрании мы решим, как, по каким законам, по какому главному закону, по какой конституции будет жить наша, в общем-то, родная Украина. А до тех пор, вот пока мы соберем это собрание, до тех пор, мы просим сплотиться вас, вот, и подождать, там, месяц, два, там, значит, три, вот, там, ну, значит, собрание, я думаю, что полтора месяца достаточно. Собрание, естественно, не такое куцое, как, там, 400 человек, а конституционное собрание, там, тысячу человек, 1200 человек, там, так сказать, система выборов должна быть определенная, мы, кстати, в свое время выкладывали на ресурсе механизм, процедуру выбора в учредительное собрание. То есть мы считали, что она должна быть ступенчатая. Десять человек избирают одного человека, эти, так сказать, каждый выборный, вот, от этих десяти человек собирается где-то в другом месте, собираются, там, в сотню, и там тоже избирают, там, одного человека, ну, как-то так. То есть в три ступени. В три-четыре ступени получается какое-то количество депутатов, там, не знаю, там, сорок, пять, четыреста пятьдесят человек, или, там, тысяча человек. Ну, суть в том, что эти депутаты собираются только для одной задачи. Они не становятся депутатами парламента, они становятся только депутатами, делегатами, которые пишут и создают конституцию. Все, после этого они получают медаль. На два года им запрещается участвовать во всех выборах, ну, чтобы, в общем-то, они под себя не писали. Они писали под то, что кто-то туда попадет, и этот человек будет ответственным перед законом. Это простые, понятные процедуры. Простые, совершенно понятные процедуры. И я думаю, что вот на таком собрании учредительном народ Украины смог бы создать демократическую конституцию, народную конституцию, где все бы прописал. И я думаю, что, скорее всего, это была бы федерация. Люди бы поняли, что вот, что они будут жить в свободной, счастливой стране, значит, в их руках только счастье. И, конечно, бы это счастье они защищали бы там руками и ногами. Вот. Ведь на самом деле Майдан поддерживали реально на Востоке. Более того, политики, я считаю, что вот Сергей Разумовский такой, ну, так сказать, может быть, там, он там его по ящику не показывает, но это, в общем-то, все равно представитель такого Востока, там, где-то, может быть, он совок, но это, в общем, толковый человек. Но он тоже говорил о том, что тут не нужно делить на каких-то, так сказать, там, правых, левых, там, в общем-то, нужно писать конституцию. Новую. И Украина должна стать федерацией, если, так сказать, кто-то хочет, чтобы она выжила. Это реальность, объективная реальность. Вместо этого, господа с Майдана, дорвавшись до этих табуреток, вот, они, что, ничего умнее не придумали, они расселись по этим табуреткам и назначили выборы, ну, запретили русский язык, естественно, как региональный, чтобы бабушки не могли писать, значит, это самое, там, свои эти квиточки на русском языке. Вот, чем им помешал русский язык, я не знаю. Опять же, если для счастья людей, которые там, в общем, живут на Украине, в общем-то, так сказать, это решило бы какое-то такое серьезное большинство, что для счастья нам нужно, чтобы не перестали говорить на русском языке. Я согласен, ну, люди хотят, в общем-то, получить счастье, русский язык мешает. Вот, я принял бы вот этот вот такой подход. Хотя, опять же, даже в этом случае ущемлять меньшинство нельзя. Понимаете, даже если русских там было бы, там, 5%, нельзя, нельзя. Все-таки русский народ там сделал вклад в становление, в создание государства Украины. Так вот, товарищи с Майдана, значит, распределили между собой табуретки, там, комендант Майдана стал секретарем Совбеза, там, еще кто-то там, еще кем-то стал, в общем-то, значит, там, этот Ярыш стал там тоже, нет, Ярыш, кстати, никем не стал еще. Или, может, я не знаю. Ну, в общем, как-то они, там, кто еще какой-то там деятель Майдана стал там главой Нацбанка, ну, то есть, там, половина вот этого правительства, значит, они с Майдана вот пришли туда. Ничего против не имею. Но, опять же, если впереди вот эти свободные выборы, значит, ну, они свободных выборов решили не проводить, учрительного собрания решили не проводить. Они решили провести опять выборы Пахана, президента. Вы спросили украинский народ, нужен ему президент или нет? Не спросили. Знаете, на самом деле, украинский народ не имел с 91-го года, вот как он, так сказать, выделился из совка, более-менее свободных выборов и написания какой-то конституции. Все конституции писали какие-то дяди, которые писали их под себя. Вот. И принимали на, там, сессиях Рады, а потом там референдум какой-то был. Ну, писали-то они, понимаете, что там на референдуме можно решить. Внести исправление нельзя. Либо ты голосуешь за, либо голосуешь против. Как правило, там говорят, ну, принимайте конституцию, иначе, в общем, пенсии не будет. Ну, в общем-то, так сказать, обычное такое давление, принимайте на референдуме. Вот. А тут вот народ подошел вот к этому, чтобы переписать заново основы жизни государства Украины. Ну, я говорю, что вместо этого назначили выборы Пахана, президента на 25 мая. Значит, почему Пахана, президента? Ну, потому что ребята там все повязаны, ребята все, как бы, так сказать, друг про друга знают, у них есть перед другом обязательства. Я думаю, что они сели, так сказать, в кружочек и решили, там, вот, Яценюк, Кличко, там, Тегнебок, Комсомолец, ну, там еще какие-то выскочат. Я думаю, что они им не дали бы там никуда выбраться. И все, и дальше бы, там, триумвират этот правил бы Украины. Вот так они решили. Только они забыли спросить украинский народ. Ну, и, конечно, нанесен удар по людям, которые говорят на русском языке. Опять же, значит, потом, когда стало понятно, что это, в общем-то, не просто глупость, а это, в общем-то, ошибка. Вот, ошибка, которая ставит крест на все, в общем-то, перспективы выхода из кризиса, такого более-менее нормального, дали задний ход. Через неделю исполняющий обязанности председателя Рады, он же, так сказать, исполняющий обязанности президента, он же, так сказать, верховный главнокомандующий, господин Турчинов, значит, наложил вето на этот закон. То есть они поняли, что они просто, в общем-то, прокололись. Ну, вот. Наши вот читатели некоторые, значит, в том числе и с Украины, и там есть там доброжелатели, есть не очень доброжелатели, начали объяснять, что нет, никто никого не тронет, никто никому не запрещает говорить на русском языке. Ну, вы поймите правильно, люди-то смотрят в будущее. Если они первым указом, первым своим решением приняли закон о языке, то еще не имеют толком никакой власти. Они просто здание Рады занимают, и эту власть не признали, она не авторитетна. И вот они уже это приняли. Что же будет через год, через два, когда эти люди укрепятся в власть? Народ это сразу понял, он инсталлировал. Дело в том, что люди, которые, получается, не владеют государственным украинским языком, я так полагаю, что процентов 80 населения, 85, вот в должной мере, этим языком не владеют. Ну, вот я как-то так слышал. То есть люди владеют там таким разговорным языком, они могут дома, там, на улице говорить, но языком, так вот, на уровне, так сказать, такого серьезного делопроизводства, на уровне серьезного такого общения уже, так сказать, политического, они не владеют. То есть, и тем самым, вот этот языковый барьер, он этих людей, так сказать, остальных, 85%, он не заводил до уровня людей второго сорта. Значит, можно по-разному говорить. Ну, вот, наш один читатель, там, слушатель пишет, да нет, вот у меня там родственники, никогда ничего, никаких проблем не было. Так и в Латвии говорят на русском языке, в Риге. Только, в общем-то, с русским языком ты не сможешь занять никакую должность. Ты не сможешь, там, получить кредит, там, какой-то льготный. Вот, если ты не знаешь государственного языка, так жить можно, никто не запрещает, заживи. Но ты, там, все-таки паре. Вот, ты должен владеть, вот, чем-то местным языком. Причем, в Латвии, вот здесь, понимаете, разница какая. В Латвии, я думаю, что это оправданное, так сказать, решение властей, хотя достаточно жесткое. Но оно имеет какое-то оправдание. Не то, что я его приветствую, там, хлопаю в ладоши, нет. Оно имеет под собой логику и основание. Латыши маленький народ, они всегда испокон веку там жили, и русские там действительно пришли. И появились там сравнительно недавно. Вот. А те люди, которые, в общем-то, так сказать, в Латвии укоренились, они русские, они знают латвийский язык. А на Украине ситуация совершенно другая. На Украине ситуация совершенно другая. Новороссию заселяли после разгрома Крымского ханства в 18 веке. Ну, я вот буквально, значит, не так давно смотрел, значит, когда какие-то города основаны. В Новороссии города основывались там 1732-й, 1740-й, 45-й, 70-й, 60-й. То есть люди шли из России, так сказать, и с Украины было меньше. То есть это вот почему называлось Новороссия. То есть это люди, которые, в общем-то, пришли туда первыми. То есть это пустая земля. Пустая земля, отвоеванная у крымчаков. Точнее, даже не отвоеванная, а, в общем-то, защищенная от крымчаков. Потому что хорошие такие добротные земли, но, значит, на них жить было нельзя, потому что их, в общем-то, крымчаки сделали опасными для проживания. Поэтому эти земли назывались Дикое поле. Все. Это Дикое поле на тысячу верст с юга на восток, с севера на запад. Оно, в общем-то, было пустын. Пустын там жили, вот какие-то казачки, сечь там была. А казачки-то уже, как бы, летом там, значит, действовали. Вот. То есть люди, которые заселили вот это Дикое поле, Новороссию, это люди, которые, в общем-то, так сказать, освоили эти земли. Они никакие не чужаки. Это, так сказать, исконные насельники этой земли. Ну, насельники, так сказать, населяющие эти земли. Значит, дальше. Поэтому их заставить говорить на другом языке, это, в общем-то, так сказать, ущемление их прав. Второе. Люди, которые считают себя украинцами, в значительной степени тоже говорят на русском языке. И вот эти вот товарищи с Майдана, они там заявили, что, значит, нет, нет, мы это к русским не имеем, не хотели, так сказать, там, применять, в общем-то, дерусификацию, там, ну, зазвучал термин, что да, мы проведем жесткую дерусификацию. Значит, от этого все стрепенулись. А потом, значит, объяснение. Нет, мы это, это жесткая, эта дерусификация, это по отношению к украинцам, которые, значит, утратили свой язык, там, что-то там, утратили свое украинство, вот к ним это будет применимо. Вот, сразу возникает вопрос. Вот у нас есть, так сказать, читатель, там, единомышленник, значит, вот, Виктор Хуторской, вот, фамилия его. У него фамилия Хуторской. Вот как его будут определять, он украинец или не украинец? И будет его, ну, значит, значит, он попадет на Украину. Вот, я думаю, что нет, значит, а вдруг его там начнут дерусифицировать? Как эта дерусификация будет происходить? То есть, мне сложно вот понять. То есть, то ли будут там, это дерусификация, клизму какую-то там вставлять, там, дерусифицирующую, то ли шланга будут поливать. Я не знаю, понимаешь, может быть, так сказать, просто мозги будут промывать. Я думаю, что, в общем-то, отношение даже к людям, которые живут в Восточной Украине и считаются украинцами, тоже, в общем-то, дерусификация, это, так сказать, такое, попахивает, в общем-то, так сказать, какими-то такими практиками Третьего Рейха. И вот эти господа с Майдана, опять же, я подчеркну, что, так сказать, мы приветствовали приход их к власти, мы приветствовали их победу. И мы писали эти материалы, как, в общем-то, русские люди, обладающие русским национальным самосознанием, видели в них партнеров. Ну, в определенном смысле слова, партнеров, так сказать, людей, понимающих, находящихся на том же самом уровне сознания. Но потом сразу выяснилось, что, так сказать, они далеки от национального самосознания, они, в общем-то, так сказать, потерпев притеснение в сороковые годы от большевичков, они все это дело инсталлировали на весь русский народ. Ну, во-первых, они, значит, так проще, зачем им задумываться, зачем им думать. У нас такие тоже в России есть, абсолютно, точно такие же. Значит, то есть это люди не очень искренние. Я вот, я так считаю, что, может быть, они национально мыслящие, но не до конца, потому что ненависть у них превалирует над любовью. То есть ненависть кому-то у них превалирует над любовью к своему народу. А с такими людьми нам невозможно договориться, понимаете, так сказать, это все. У них уже такая иррациональная ненависть. Зачем, что я хочу сказать? Месть, она как бы имеет место быть, и месть, она, в общем-то, так сказать, оправдана. Но, вы знаете, значит, мстить всему русскому народу за что? Мы пострадавший народ, мы пострадали все. И люди, которые говорят, украинцы, которые говорят на русском языке, они уже всю жизнь говорили на русском языке, всегда говорили. То, что, значит, мстить им получается, дегрусифицировать. Что это за подход? Вот мы как бы ожидали от них люстрации. Вот люстрации, возвращения капитала в то, что обещали. Ну, сейчас, буквально через несколько дней после победы этой власти мы узнаем. Значит, губернатором Донецкой области, значит, назначен некто господин Тарута, обладатель, там, миллиардов долларов, значит, человек, который стоит в списке Форбс на Украине, там, значит, там, номером 8. Дальше, значит, мэром, губернатором Днепропетровска, руководителем облгосадминистрации, вот как это там называется на Украине, значит, назначен господин Коломойский. Вот, это такой мегаолигарх. Второй по состоянию человек на Украине после Ахметова. Значит, реально его состояние неизвестно никому. Ну, он исчисляется там от 5 до 10 миллиардов долларов, где-то там 3 перепишется, где-то 2,5. Ну, я думаю, что 5-6 миллиардов долларов, я думаю, что у него где-то есть. Он назначается главой администрации Днепропетровска. Иначе, как вот плевок вот в людей, которые там живут в Днепропетровской области, я, в общем-то, это расценить не могу. Ну, вот, прозвучало такое оправдание. То есть, ну, я вот, знаешь, я что хочу сказать? Я понимаю людей, которые не хотят разочаровываться. И, ну, опять же, нужно смотреть правде в глаза. Я понимаю, что, значит, сила инерции существует, что, значит, вот вы верили в это, а тут вот как бы вас разочаровали. Вот, и хочется верить. Ну, в общем-то, все равно нужно смотреть реалиям в глаза. Нужно смотреть, вот им вот воспринимать так, как оно есть. Мы ждали с настороженностью. Вот я, стало, ждал с настороженностью результатов вот этой украинской революции. И через несколько дней стало все абсолютно понятно. Все абсолютно понятно. Господин Ахметов, значит, главный олигарх Украины, обладающий состоянием, в общем-то, так сказать, там, 20 миллиардов долларов. Человек, вот, знаете, вот в этой нищей, несчастной Украине, которая обладает таким состоянием, он не мог их, честно, заработать. Ну, это, в общем-то, понятно. Судьбу этого Ахметова, значит, я думаю, что биографию его там пытались многие изучить, значит, она там скрыта под тенью какой-то, так сказать, такой, секретности, под завесой секретности. Специальные люди у него есть, которые уничтожают все материалы, которые касаются Ахметова. Ну, вот, значит, и следят, чтобы вообще никаких публикаций не было, так сказать, не нужно. Так вот, сам человек выскочил, значит, появился на горизонте, выскочил из табакерки, там, в начале 90-х годов. После, там, гибели, там, предыдущего какого-то местного пахана. То есть, понятно, что все это криминальные люди. Дело в том, что невозможно было стать олигархом на Украине не криминальным способом. Невозможно. Вот кто бы как ни думал, кто бы как бы не хотел этих людей оправдать, надо, в общем-то, так сказать, четко понимать. Невозможно на Украине стать олигархом было не криминальным способом. Ну, может быть, там, какие-то вот программисты, там, вот, Касперский в России есть. Ну, возможно, он там стал не криминальным способом, богатым человеком. Хотя, как выясняется, он, так сказать, тоже поднялся на госзаказах, на, в общем-то, так сказать, там... Что такое госзаказы? Там, пиление денег. Ну, вот еще есть такое, ну, не олигарх, ну, просто не бедный человек Кричко. Ну, действительно, показывали его квартиру, человек заработал это все сам. Честно. Своим, так сказать, своей головой, своими кулаками, в общем, подставлял свою голову на ринге, значит, и честно заработал. Все. Ну, есть еще какие-то люди, но они не мегаолигархи и Кричко не мегаолигарх. Поэтому, кстати, ему там люди и верят на Украине. И поэтому назначить вот этих людей главами госадминистрации, это, в общем, плевок в душу и всем, кто эту революцию поддерживал. Объяснение, что да, вот он там может наладить какие-то финансы, может там еще что-то сделать, они не принимаются. Если человек искренне хочет помощи украинскому народу, своим соплеменникам, сам он не должен туда лезть. Хочешь дать деньги, дай денег. Запишись советникам. Но не лезь. Не лезь. Нет, они хотят сами. То есть, хотя на Майдане, говорят, что там будет люстрация, что во власть не допустят людей, которые входят в 100 богатейших людей Украины по списку Форбс. Но, тем не менее, они вошли. Тем не менее, они вошли. Ну, в общем-то, все стало на свои места. Понятно стало, кто проплачивал, в общем-то. Мы-то думали, что немножко Запад тут старался. Я думаю, что Запад, конечно, там участвовал. Не без этого. Там участвовали какие-то, так сказать, люди. Но свергали Януковича, конечно же, на деньги вот этих вот людей. Это не есть плохо. Это не есть плохо. Плохо то, что произошло дальше. Произошло дальше, в общем-то, так сказать, просто, как говорит Сергей Разумовский, старым тапочкам решили пришить новую голову. А так тапочки оставить те же самые и, в общем-то, дальше трамбовать украинский народ. И, естественно, реакция людей, она, в общем-то, понятна. Люди устали. Люди устали жить в нищете. Украина, надо называть вещи своими именами, одна из беднейших стран, в общем-то, не только Европы, мира. ВВП на душу населения на Украине меньше, чем в Албании. Албания считается самой нищей страной, в общем-то, так сказать, в Европе. Меньше, чем в Косово. В Косово больше, чем в Албании. Так уж, чтобы на минуточку. То есть, это страна от Косово, разрушенная войной, там, хрен знает чем, там, ВВП на душу населения больше. При том, что в Косово нет миллиардеров. Вы знаете, да, так сказать, еще, так сказать, иметь какое-то количество миллиардеров. То есть, вот это ВВП на душу населения, это, значит, один миллиардер, чем-то, получает, там, я не знаю, там, 500 миллионов в год или, там, 300 миллионов долларов в год. И, в общем-то, так сказать, еще миллион человек, там, получает, там, я не знаю, там, 2000 в год. Вот, и вот это все делится, и получается, там, 3600 на душу населения. И вот в этой стране, вот, так себя вести, в этой стране стать миллиардером, ну, это, в общем-то, так сказать, нужно, это особо, люди с особым цинизмом, грабящие свой народ. Хотя, я думаю, что они считают его своим. Значит, и господин Ахметов, он живет в Великобритании постоянно, у него там комплекс дворцовый. Не дом, не квартира, а дворцовый комплекс. Значит, Коломойский, вот этот, который, там, станет губернатором Днепропетровской области, значит, он живет постоянно в Швейцарии. Сам Кличко, вот, он тоже постоянно живет в Германии, платит там налоги, и очень, так сказать, трепетно к этому относится. Но, опять же, это его, вот, правда, честно заработанные деньги. Но, опять же, если ты живешь в Германии, значит, ну, ты объяснишь, сколько ты денег тратишь на Украине. Такой информации нет. Такой информации нет. Он там платит налоги, а на Украине, так сказать, он ни налогов не платит, ни денег, я думаю, что он, так сказать, не тратит никаких. Вот. Только на себя. Так вот, на мой взгляд, украинские власти, ну, не власти еще, а вот эти революционеры, они просто себя вот буквально в первые дни выдали с головой. Выдали с головой. И реакция, она понятна. Народ устал жить в нищете. Народу нужен какой-то просвет. Дальше, так сказать, то, что касается Крыма. Значит, Россия действительно использовала, я так полагаю, какие-то, значит, силовые структуры для того, чтобы помочь жителям Крыма организоваться. Опять же, надо обратить внимание, ну, так сказать, вот Ахметов обратился к украинцам и попросил, значит, предложил сплотиться, сплотиться. То есть, он там будет в Лондоне сплачиваться, и, значит, вот эти бедные, нищие, обобранные ему, шахтеры, металлурги должны вместе с ним сплотиться. Обобранные, обобранные. Это, в общем, даже если там получают, там, кто-то какие-то там 500-600 долларов, это все равно обобранные люди. Вот. Вот так он предложил сплотиться. Так, и самая главная реакция, ведь, население, вот, значит, чего население, значит, как оно прореагировало? Население проголосовало своим отношением вот к этим действиям России. Оно проголосовало, в общем-то, флажками радостными. Значит, желающих, так сказать, как-то, или там, недовольных этим, я там, думаю, было немного. В основном, ну, если и были недовольные, то это, в основном, скорее всего, какие-нибудь чиновники, которые места не получили. Ну, вот. Это какие-то там люди, которые там, единицы, у которых, там, так сказать, вот как-то в голове, там, что-то настроено. Таким образом, что, вот, так сказать, вот, вот, лишь бы не москали там, значит, вот. А на самом деле это, как бы, решение, оно, в общем-то, было встречено хорошо местным населением. Опять же, я исхожу из того, что Россиянская Федерация, почему называю Россиянская Федерация, потому что здесь, в России, тоже, в общем-то, антирусское государство, оно сделало это из соображений, так сказать, геополитических, геостратегических, никак не для того, чтобы там помочь местному населению. Ну, объективно, объективно, если бы в России у власти были бы русские, национальная, русская власть, русские национально ориентированные силы, она должна была бы поступить точно так же. Но уже исходя не, в первую очередь, геостратегических, там, каких-то планов, а исходя из того, что нужно защитить своих соплеменников, вот, причем, так сказать, которые даже считаются украинцами, там, записаны где-то украинцами, защитить от, в общем-то, так сказать, от насилия, от того, что там происходит в Украине. Ну, пусть совки, пусть глупые, значит, сначала они наши люди, вот, значит, эти люди имеют право, вот, значит, говорить на том языке, на котором они хотят. Ну, вот у них есть такое право. На самом деле, Крым, он что-то скажет, что Крым, там, вот, он что-то поступил, там, вопреки Конституции Украины. На самом деле, ситуация вот какая. В 91-м году, когда САОК разваливался, Крым объявил фактически о своей независимости. Дело в том, что, в общем-то, он был всегда автономией. То есть, это не была просто область в составе Украины, это была область автономная, эта республика была в составе России, вот, Крымская. Значит, ее передали Украине. Так вот, эта Крымская автономная республика, она была всегда автономной. Но в момент развала САОКа Крым объявил себя, там, начал объявлять себя независимым. Так вот, его уболтали, сказали, нет, не надо этого делать. Кстати, уболтали офицеров, вот, кстати, тот же Разумовский ругает людей, там, за это, что эти офицеры, значит, могли, действительно, сделать Крым свободной страной. Но, в общем-то, они как-то, так сказать, развесили уши, там, распустили нюни и сдали, там, все, что могли. То есть, могли получить землю, поделить, построить себе дома и, в общем-то, жить припевающе в независимой стране. Так вот, значит, и защитить они этот независимый Крым могли от кого угодно. Это легко. Так вот, их тогда уболтали, значит, все-таки признать верховенство законов Украины, а там, значит, по законам Крыма, значит, верховенство было законов Крыма. Признать верховенство законов Украины было подписано кучу бумаг, кучу, там, соглашений о том, что Крым – это, так сказать, автономия. И эти товарищи из Крыма, местные власти, они, в общем-то, поверили. Ну, дальше произошел, так сказать, произошел такой типичный советский кидок. Киев потихонечку удушил эту автономию, оставив только фикцию. Оставив только фикцию. Там последний был такой Мешков, более-менее независимый, значит, пример этой автономии. А дальше все, так сказать, всех начали назначать из Киева, потихонечку, так сказать, ликвидировав все, 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 все какие-то вот эти, так сказать, автономные какие-то возможности этой республики. Поэтому то, что происходит сейчас, это просто историческая справка. Это просто историческая справка. Поэтому то, что происходит сейчас в Крыму – это восстановление, вот, в общем-то, автономии, которая была. Это не какое-то там нарушение законов Украины, Конституции Украины, но в Крыму это восстановление автономии. Это первое. Второе, это защита, значит, россиянские войска, так сказать, они пришли все-таки на защиту русскоязычного, но я сам это слово не люблю, населения. Но тем не менее. Потому что им сообщили, что их будут дерусифицировать, вот, знаете, так сказать, люди боятся. Ну и третий момент, это деньги, деньги. Дело в том, что, в общем-то, Украина как государство, это банкрот. Банкрот, и государство одно из самых нищих на планете. К счастью, не все в Украине это знают, вот, значит, ну, как-то или догадываются. Они думают, что, наверное, где-то там живут беденее. Я вот со всем, в общем-то, основанием могу сказать, вот, был я в этом самом Перу, я хочу сказать, наверное, так сказать, Перу побогаче будет. Побогаче немножко будет, вот. И просто люди об этом знают, что они бедные, там живут бедно. Поэтому они чем-то, так сказать, там, как бы они там не выделываются, что называется. Хотя ВВП в Перу, там, в два с половиной раза больше, чем на Украине. То есть 9600 долларов, на Украине 3600 или 3800, вот, как-то так. Рубль, то есть не рубль, а деньги, играют колоссальную роль. Деньги играют колоссальную роль. Здесь население, конечно, будет склоняться туда, где, в общем-то, им покажется, что будет возможность как-то улучшить свои жизненные, бытовые, в общем-то, так сказать, материальные условия. И, естественно, они смотрят на Россию, которая тоже не сильно богатая страна. Не сильно богатая страна. Вот, но, тем не менее, они, значит, хотят получать чуть-чуть больше. Ну, надо понимать этих людей. Значит, они же знают, сколько там зарплаты в России. Не намного больше, там, не какие-то там тысячи долларов. Вот. Но, наверное, там, раза в два побольше. Даже в полтора. Для людей это кардинально. Для людей это кардинально. Там есть какие-то никакие-никакие порядки. На Украине, в общем, порядков нет. У нас, вот, есть, как бы, единомышленник, значит, сотрудничает с редакцией нашей, в общем-то, так сказать. Ну, я просто расскажу историю. Человек получил наследство в Донецке. Наследство получил, значит, дом отца. Он единственный наследник. Поехал получать, значит, дом. Значит, выяснил, что его заняли соседи. Ну, в общем-то, он предложил там, как-то, так сказать, решить вопрос полюбовно. А они его послали, в общем, куда подальше. Он подал суд и проиграл. Как там, в общем, суд решил, я не знаю. Ну, в общем-то, так сказать. Все, законов нет, ребята. На Украине нет законов. Ну, я ему, кстати, говорил, что, так сказать, знаешь, законов, скорее всего, не будет. Поэтому, в общем, ты настройся. Поэтому, я думаю, что это сыграло, что человек, вот так сказать, человек это принял нормально. Потратив деньги на адвокатов, там, ты скажешь, совершенно дурацкое такое решение суда. Ну, в общем-то, ты скажешь, ну, там, прометел. Если там передали этот дом этим соседям, на основании того, что они скажут, что мы давно уже пользовались им. Вот как-то так. То есть, ну, фельдкина грамота. Ну, тем не менее, на основании этой фельдкинной грамоты все, так сказать, люди захапали чужую собственность. И там, там везде так. То есть, люди устали. Люди устали. То есть, им нужно чуть-чуть больше денег и чуть-чуть больше порядка. В Россиянской Федерации не так много порядка. Но, видимо, чуть-чуть больше, оказывается. И плюс еще последняя капля, это вот вопрос с языком. А за языком там может появиться все, что угодно. Понимаете, так сказать, есть вещи. Которые можно спрогнозировать. То есть, если ребята, так сказать, заняли там эту раду, расселись под табуретком и первые там решили запретить там кому-то пользоваться языком, то следующим номером они могут там еще что-то запрещать, еще что-то запрещать. Вот. Ну, и понятно, что экономика остановится. Понятно, что будет хаос. Вот. С такой властью оно понятно. И, как бы, значит, не надо там предаваться иллюзиям. Значит, Запад не поможет. В теории может быть. Я, вот знаете, вот не скажу, что, так сказать, что там, вот я даю гарантию, что Запад не поможет. В теории все может быть. Может быть, там на Западе, так сказать, там 300 миллионов этих американцев скинутся по 1000 долларов и дадут Украине 300 миллиардов долларов. Я буду только рад. Ну, я думаю, что это из области, в общем-то, фантастики. Известно, значит, в Великобритании, да, вот сейчас 22-44, но я думаю, что перерыв мы сделаем чуть попозже. В Великобритании было заседание парламента, речь шла о выделении 10 миллионов долларов. 10 миллионов долларов, я вот так сказать, не миллиардов, не там, 10 миллионов долларов. Значит, по 20 центов на душу населения, там, на Украине, то есть ничего. Значит, и вот, когда там кто-то предложил из министров, членов кабинета министров, что давайте-ка Украине сейчас вот тяжело и выделим 10 миллионов долларов или евро. Значит, в парламенте британском поднялся невообразимый шум. Значит, эти депутаты стали упрекать этого министра, сказали, вы что, с ума сошли? У нас тут там пострадавшие от наводнения, там, если вы тут хотите в эту черную дыру, там, такие деньжища отправить. Это вот такой пример. Я думаю, что и в Америке никто не даст деньги, не из нам, а кому. Хотя, опять же, товарищи заняли Раду, но как-то они не озаботились легитимностью. Не озаботились тем, чтобы получить поддержку народа, доверие народа, всего. Фигу. Вот, люди их ждали от них какого-то, так сказать, решения, значит, каких-то решений, вот, надеялись. Вот, вместо этого, в общем-то, фигу с маслом. Значит, Польша там выделила, я не знаю, там, 100 тысяч долларов, вот, товарами, товарами. Венгрия выделила аж 6400 евро. Давайте сумму выписать, 6400 евро. Вот, вот, помощь, которую выделили эти страны, значит, там еще какие-то страны там выделили, какие-то смешные деньги. А реально Украине нужно для того, чтобы, так сказать, перестроиться. Я думаю, что, так сказать, 200-300 миллиардов долларов, это, в общем-то, такая нормальная сумма. Ну, минимум 100, это просто перекрутиться. Просто перекрутиться. Дело в том, что цены на все дорожают. Значит, внешний долг Украины 140 миллиардов долларов. Вот. ВВП Украины 170 миллиардов долларов. А то, я думаю, что сейчас меньше. 140 миллиардов долларов, это по минимуму, я думаю, там еще какие-то эти самые долги есть. И Запад отказал Украине. Самое главное, нужно понимать, почему все началось. На самом деле, Янукович очень хотел примкнуть Евросоюзу. Не случайно он туда ездил. Не случайно он готов был отказаться от таможенного союза, отказался. Он ожидал, что Запад даст денег Украине. И он сумму называл. Они с Азаровым называли совершенно реальную сумму. Ну, как реальную. Они посчитали, сколько будет стоить перейти на стандарты Европы. Это не создать заводы. Нет. Нет. Речь не о заводах, не о фабриках, не о чем. А просто перейти на стандарты Украины. Какой там сыр выпускать, какие там, как хлеб выпекать. А там масса стандартов, чтобы, в общем-то, какие-то товары продавать в Европу. Так вот, переход на европейские стандарты обходился им от 100 до 150 миллиардов евро. Может, долларов. Я думаю, что хрень редкий не слаще. И надо понимать, что это, в общем-то, так сказать, эту сумму все-таки Европа в теории, конечно, могла дать. Но никто там не дал. Потому что это большая, действительно, сумма. Это действительно большая сумма. Кипру они, в общем-то, там 15 миллиардов долларов, они, значит, тянули кота за хвост, дали там с кучей оговорок через полгода. А Украине нужны эти деньги были вот здесь и сейчас, что называется. И поэтому не солно хлебавшие, тот же самый Янукович вернулся, значит, в Киев. И дальше они, как бы, решили там двигаться в сторону Таможенного Союза. Сообщили, значит, жителям Украины, что, в общем-то, Евросоюза не будет. Они обещали, они именно обещали. И дальше, так сказать, было то, что было. Запад, с одной стороны, денег платить не хочет. Ну, надо понимать, в общем-то, люди там, опять же, осуждать не нужно их. Ни в коем случае. А потому, что там привыкли платить. То есть там все вот в этих западных парламентах, те люди, которые принимают решения, они начинали с какого-то там небольшого бизнеса. Они, точнее, если они, может, не начинали с этого бизнеса, они представляют и понимают интересы бизнеса. У них алгоритм мышления совершенно, в общем, такой, который предусматривает какой-то такой минимальный такой экономический расчет. И, соответственно, в общем-то, так сказать, они прикинули, что да, вот как-то Украине давать денег, ну, оно как-то не с руки. Не с руки. И не дали. И не дали. В то же время, как бы, они хотели, чтобы Украина вошла там в состав ЕС, но я не знаю, зачем. Там можно было бы с Украины что-то тоже отжать. Ну, вот, или считали, что пусть там благодарят судьбу, что просто, так сказать, мы их пустим в ЕС. Причем, опять, в ЕС их не пускали. Украине предлагали быть ассоциированным членом. Так вот, ну, для примера, Турция ассоциировала на член ЕС там 60 какого-то года. Значит, все ее обещают пустить в ЕС, но так и не пускают. То есть, она, как бы, не является полноправным членом ЕС, там, и сразу там что-то там продавать в ЕС не может. Продавать в ЕС не может. А все это, как бы, а вся вот эта бодяга экономическая, она закончится коллапсом финансовым. Перестанут там платить, как бы, деньги, хаос и разруха. И народ это чувствует на уровне интуиции. Поэтому, когда там люди там в той же Донецкой области или там в Днепропетровске начинают требовать, там, Россия, приходите сюда, это, так сказать, крик отчаяния. Не потому, что там есть подкупленные какие-то люди, которые там, значит, должны там эти лозунги выкрикивать. А я думаю, что это реально крик отчаяния. Почему? Потому что Россия, Российской, Россиянской Федерации, в общем-то, на соплеменников, на русских, на украинцев, тем более глубоко-глубоко, в общем-то, ну, понимаете, да, наплевать. Вот. И включить Восток, или взять под свое крылышко Восток Украины, это, в первую очередь, расходы. Восток Украины, это порядка 10, 15, а то и 20 миллионов человек, это огромное количество людей, это взять на себя ответственность за функционирование вот этих территорий. Таких ресурсов, я думаю, что в России, в общем-то, ну, может быть, они есть, но там люди тоже, как бы, умеют считать деньги. Вот. Только Крым. Только Крым, опять же, Крым, исходя из того, что в случае, если его оставят на произвол судьбы, обязательно там начали бы столкновения быть русского, русской части населения с крымскими татарами. Причем, я думаю, что крымские татары сами бы, возможно, значит, были бы инициаторами, потому что они более пассионарные, у них больше молодежи, они более организованы. Вот. И так как киевская власть, она на стороне татар, вот, я думаю, что там начались бы какие-то столкновения. Дальше, значит, погибла бы пара татар, там, про то, сколько там из русскоязычного населения пострадало, я не говорю. Достаточно, чтобы погибло бы несколько татар, и Турция бы ввела свои войска, вот как пить дать. Как пить дать. Поэтому вот в данном случае то, что Россия, Российская Федерация, в общем-то, кто-то принял решение, в общем-то, так сказать, поддержать вот эти, значит, автономию Крыма, я думаю, что это, в общем-то, так сказать, решение совершенно правильно. Но Восток, скорее всего, вот, ну, там истерия в Киеве, вот, со стороны революционеров, что сейчас тут какие-то танки пойдут, там, я думаю, что это просто попытка увести граждан своей страны от более, от насущных проблем. От насущных проблем за этой истерии, чтобы люди не заметили, что, в общем-то, так сказать, в стране хаос, и эти, значит, новоявленные управленцы ничем не могут управлять, у них ничего нет, и они никого не представляют. То есть они совершили целый ряд ошибок, целый ряд ошибок в самом начале. И поэтому, в общем-то, страна, Украина погружается в хаос. Здесь, если какие-то будут там вводиться войска, то только, я думаю, что, значит, какие-то подмеждународные гиды. Но это не сейчас. Вот если, значит, страна не выберется из этого состояния, а есть такое подозрение, значит, жаль, мне просто искренне жаль людей, которые там оказались заложниками вот этих негодяев, которым верили вот этим революционерам. Значит, до этого негодяй был, но эти тоже, эти оказались не лучше. И поэтому снимите шоры. Вот я вот слушателям и читателям говорю, снимите шоры. Надо на вещи смотреть трезво и объективно. Объяснение, что им там тяжело, что они не могут, вот эти революционеры что-то не успели, это все ерунда. Это вот первые шаги были, так сказать, это федерализация, создав учрительное собрание. Все. И раз они этого не сделали, они этого делать и не планируют. И не планировали. И люди поняли, поняли, в общем-то, спинным мозгом. Ощутили. Ощутили вот сложности впереди. Понимаете? Это тяжело, конечно, принять. В общем, наш народ такой, обладая таким инертным сознанием, то есть разогнались, поверили. И, значит, поменять вот эту вот веру, отказаться от вот этой надежды сложно. Ну, в общем-то, так сказать, примите как есть. На этом основан, кстати, феномен господина Путина в 2000-е годы. На самом деле было ясно, что этот человек куда ведет еще там в 2002-2003 год. Все было ясно. Все. Вот. Но людям потребовался там 2008-й, 2009-й, 2010-й год, наконец, чтобы там, в общем-то, так сказать, уже там открыто начали его там, значит, критиковать. А до этого, да не, ну вы подождите, да он еще пока не может. Чушь собачья все. Все чушь собачья. Вот. Приведу еще пример. Что такое, значит, поднять вот страну, которая находится в таком глубоком экономическом кризисе. За 23 года все растринкано. Все. Вот на Украине все разбазарено. И, как бы, чтобы вы... Все украли, естественно. Растринкано, значит, что-то там, там прям похерено, значит, ну, большая часть вывезено. Все знают, что, значит, эти олигархи выкачивали ресурсы вот из Украины и вкладывали на Западе. Там вот этот Тарута или какой-то еще там. Значит, у него там сеть заправок, ну, там, как бы, сеть заправок еще в Германии. Знаете, как хорошо, так они, так сказать, деньги, которые они тут наборовали, они туда и это самое сгружали. Туда и сгружали. Так что вот предлагается принять объективную реальность, такой, какой она есть. И понять, что люди, которые оказались способны свергнуть Януковича, они, в общем-то, не оказались людьми достойными того, чтобы осуществлять власть в такой большой и, так сказать, непростой стране, как Украина. Они оказались движимы нелюбовью к своему народу, в том числе и к западным, так сказать, украинцам. Причем, значит, я вот хочу сказать, вот показывают этого Сашу, Сашу Музыкову, вот это, так сказать, Сашу Беленького, вот который вот тут с автоматом там на заседание Ровенского горсовета приходит, там прокурора за калстук тягает. Показывают его по ящику, такой самый, такой популярный сюжет. Я хочу сказать, что я, в общем-то, этого человека понимаю. То есть он рассказывает о том, что три его дяди, три его дяди погибли во времена, вот, так сказать, борьбы с бандеровцами, 45-50-й год, и, в общем-то, он тут мстит. Его, вот, понятно, он понятен. Но, опять же, так сказать, и прощаю его. Вот я прощаю его. Я думаю, что и вы должны простить его. Но это не значит, что мы должны подставить голову под его, в общем-то, так сказать, приклад. То, что им движет ненависть, он хочет отомстить кому-то другому, не тем людям, большевичкам, которые, в общем-то, так сказать, а русскому народу или тем, так сказать, украинцам, которые, так сказать, жили, значит, или там говорят на русском языке. Знаете, так сказать, это уже немножко, так сказать, клиника. То есть простить понять можно, но люди, которые там живут на Украине, вправе защищаться от такого человека. Ну, это их право, если они ни в чем не виноваты. Он вправе там, в общем-то, требовать справедливости, но для тех людей, которые действительно были виноваты в этом. А так, знаете, так сказать, крошить всех, извините меня, извините меня. Вот этот подход, он, в общем-то, такой подход, основанный, опять же, на таком варианте большевизма. Это большевизм шиворот на вырод. Там единственный, так сказать, одинаковый знак – это ненависть. Ненависть. Большевики уничтожали все такое сословие, весь правящий слой, так сказать, исходя из ненависти. Там, в общем-то, были люди, которые были с комплексом неполноценности. У них какие-то были обиды. И вот, исходя из своих обид, они уничтожили цвет русской аристократии, и русской буржуазии, интеллигенции. Что еще хочу добавить? Вот здесь смотрел недавно видео, мы его как-то выкладывали, Итон ТВ. В Израиле есть такой канал, такой интернет, они, в общем-то, приглашают каких-то там своих таких аналитиков. Вот они пригласили, так сказать, каких-то там политологов, ну, публицистов. Вот они пригласили Якова Кедми, бывшего руководителя спецслужбы «Натив». Что это за спецслужба? Она занимается спасением, вывозом и защитой евреев там, где, в общем-то, им что-то угрожает. Ну, какая-то нестабильная ситуация. Это же спецслужба, вот она этим занимается. Вот, безопасностью. Так вот, то есть по роду своей службы, он бывший уже, как бы, так сказать, руководитель. Он, так сказать, русскоязычный, то есть поэтому он говорил по-русски. Так вот, они его спросили, что делать Украине. И вот этот Яков Кедми спокойно сказал, надо спасаться по частям. Они катятся в такую катастрофу, в такое болото, что нужно спасаться по частям. Каждая часть, которая может за что-то ухватиться, чтобы выжить, она должна ухватиться за это и стряхнуть себя, так сказать, другую часть. Вот такая оценка. На мой взгляд, и на Западе, в общем-то, так сказать, понимают это. И поэтому вот там какие-то, так сказать, попытки пожурить Россию, это больше на публику. Ну, уже BBC, если снимает фильмы, где, значит, начиная там в нелицеприятном свете представлять вот этих, вот этой правый сектор, вот, я думаю, что это, как бы, симптомы того, что они, как бы, готовы, готовы к каким-то вот радикальным решениям по Украине. Потому что, знаете, еще какой момент, огромная страна, 45 миллионов, ну, без Крыма 42,5 миллиона человек, вот, нужны колоссальные деньги, колоссальные. Вот, ничего там не работает, оно уже, в общем-то, так сказать, колоб, все, так сказать, страна, ни армии нет, ничего, все, все, все разбежались, все. И нужно страну как-то спасать. А так, значит, целиком, мне кажется, значит, вряд ли кто это может сделать. Это очень больших денег стоит, опасно. Ну, представьте себе, так сказать, НАТО там ренится спасать. Ну, значит, может, на Западной Украине их и встретят там хорошо цветами, а на Восточной могут и не цветами встретить, а могут и на Западной, в общем-то, так сказать, встретить там чем-то, так сказать, так и погорячее. Вот тот же Степан Бандера, он же, в общем-то, и с немецкими войсками воевал. У нас там не любят это вспоминать, а он воевал, были боевые действия против немецких войск, то есть он, значит, по-своему, в общем, воспринимал все это дело. Дело в том, что вообще изначальное там население Львова, между прочим, Львов был немецким городом. Значит, его основал там князь Владимир Галицкий, вот, в 1240 году, ну, в общем-то, так сказать, потом там, во времена там австро-венгерского господства он был, значит, и даже польского господства он был немецким городом. И он назывался Лембергом. Значит, население Лемберга до там середины 17-го века было там в основном немецким. Потом там поляки там были, ну, вот как-то так. Вот в австро-венгерское, во времена австро-венгерского господства он уже, так сказать, был польско-там украинским, но тем не менее, в общем-то, так сказать, там немецким городом. Поэтому там и немцы могут какие-то претензии предъявить. Поэтому неизвестно, что будет, когда войдут войска там НАТО. Неизвестно. Ну, я думаю, что, в общем-то, никто не войдет. Ни российские войска, ни натовские войска. Потому что, ну, это брать ответственность за вот эту территорию и в результате, значит, открыть свои границы, в общем-то, так сказать, для того, чтобы оттуда вот какой-то вал каких-то проблем, так сказать, хлынул туда, в Польшу, например. Вот. Поэтому я думаю, что Крым, Россия еще сможет, как бы, в общем, помочь ему. Крыму пообещали 6 миллиардов долларов. То есть 2,5 миллиона населения, 6 миллиардов долларов. Это, в общем-то, так сказать, неотложные деньги. А остальным регионам, я думаю, что, значит, Россия не сможет помочь. Поэтому говорить о том, что Россия хочет присоединить что-то, это, я думаю, что, так сказать, очень сомнительно. Нет, если бы в России было бы национально мыслящее правительство, так сказать, исходя из необходимости помочь своим, в общем-то, людям, так сказать, наверное, бы вытянулись. Но это правительство, оно, в общем-то, вряд ли там поменяет Чечню на Восточную Украину. Вряд ли. Мы бы поменяли легко. Но они и вряд ли поменяют. Поэтому нужно это понимать. Нужно это понимать. Так, зачитаю. Давайте сейчас сделаем небольшой перерыв. Ну, вот, я думаю, что по Украине, значит, в общем и целом, я вам сказал почти все. Значит, я хочу в перерыве поставить, поставить песню, так сказать, перуанскую, может, настроить на такой лад. И поговорить во время второго часа, зачем и почему мы туда ездили. Ну, а так дальше посмотрим. Дальше посмотрим. Песня называется «Пача-мама». Эту песню исполняли вот уличные музыканты, а потом они, значит, предлагали купить диск со своими песнями. Вот. Я думаю, что поют хорошо для уличных музыкантов, так что послушайте. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу. Я, давайте, до Перу придется ответить на вопросы, значит, я называю текучкой, потому что я считаю, что наша поездка туда была важнее. Но, тем не менее, я отвечу на вопросы, вот, и на ваши посты, комментарии. Ну, вот, например, Канут Лейвсон, значит, ну, вот, человек у нас на форуме, я так его замечал, вот, он пишет, Крым не нуждается в помощи, мы хотим сами решать судьбу, а не под дулами автоматов. Я за. Ну, поймите. Я за, чтобы, в общем-то, люди сами решали свою судьбу. Но дело в том, что в Киеве вам отказали сначала вот в этом решении своей судьбы в Киеве. А потом уже, в общем-то, значит, там появились какие-то войска из России. И дело в том, что вот вы пишете, что сегодня в Крыму далеко не так безоблачно, мы, русские, эвакуируем семьи на Запад, потому что есть непосредственные угрозы жизни, скорее украинцы и татары, и часть здравомыслящих русских объединятся против оккупации, чем поддержат путь бандита Аксенова. Ну, вот, я думаю, что то, что вы пишете, вот, что, так сказать, поезда на Запад Украины переполнены, там, и так далее, на Восток нет, это, в общем, я думаю, что демагогия. Вот. Реальность, она проста. Значит, люди, люди там простые, не обязательно там, значит, они тут действуют по, так сказать, наклонностям своей души, они смотрят в России какие-то, какие-никакие деньги есть, там на Украине нет денег. То есть, тут такой совковый подход. То есть, я не хочу их оправдывать никак. Но эти люди, в общем-то, хотят говорить на том языке, на котором они имеют право, и здесь им такое право предоставляется, возможности. Появляются какие-то деньги, ресурсы, реальные 6 миллиардов долларов. А Киев, в общем-то, не предложил федерацию. То есть, понимаете, вот нужно было предложить эту федерацию в течение двух-трех дней. Вот. Я хочу сказать, я находился в Перу, и вот мы там обсуждали ситуацию, значит, очень обрадовались, когда там в каком-то средстве массовой информации прочитали, что вот правый сектор заявил о том, что мы будем строить Русь-Украину. Вот слово «Русь», оно как бы так компонировало. Были надежды, что да, все правильно, это нормальные люди. Но потом все как бы встало на свои места, вот на тех, на которых она сейчас стоит. Все оказалось, в общем-то, так сказать, тщетными, пустыми надеждами. То есть, в первую очередь, все провалили правые в Киеве. Причем они нанесли удар не только, в общем-то, Украине, независимости, целостности. Дело в том, что мы, русские люди, рассчитывали на Украину, как вот Украина будет создана как нормальное, демократическое, национальное государство. Пусть, если хотят, так сказать, там, в общем-то, чтобы русские тоже, так сказать, участвовали. Ну, не то, что хотят, а русские должны там участвовать в государственном управлении. И вот это было бы примером для Россиянской Федерации, в общем, для людей, живущих в России, и тому же Путина, это было бы примером этим бюрократам, чиновникам в России, коррумпированным. Ну, вот, а после того, что произошло, вот, как они начали действовать, эти правые, это даст возможность россиянским властям закручивать здесь гайки в отношении, в общем-то, так сказать, правого, русского правого движения. Знаете, вот этот ярлык фашисты, там, такие-сякие, он, в общем-то, будет использоваться и здесь, такой жупел. Вот, он становится популярным, значит, они подпитали вот это, вот, понимаете, вот эти ярлыки, вот этот жупел, они подпитали, показывая то, что происходит на Украине. Сделана была вот эта фундаментальная ошибка. И не нужно, так сказать, придумывать какую-то демагогию, там, насчет, там, независимой Украины. Независимая, когда люди хотят жить в этой независимой Украине, защищать ее. Страна вот тогда может быть независимой. А когда люди не хотят защищать эту страну, эту власть, и не уважают ее, это, в общем-то, страна не может быть независимой. Кто-то обязательно придет и будет, там, давать указания. Значит, в варианте с Украиной никто не хочет туда, вот, приходить. Ну, я так полагаю, я так понимаю, никто не хочет. К сожалению. Опять же, если бы это в России было бы русское государство, мы бы, наверное, протянули, там, руку помощи. Но мы рассчитывали, что Украина станет базой для возрождения, русского возрождения. Получили от этого самого, от этих правых, там, в общем-то, так сказать, вот такое отношение. То есть, это, так сказать, примитивная позиция, примитивная абсолютно, когда они, вот, в событиях, там, 40-х, 50-х годов винят русский народ. А это такая же позиция, вот, у антисемитов. Вот у нас, у наших русских антисемитов, которых, в общем-то, так сказать, во всех бедах винят не конкретных людей, а весь еврейский народ. Оно проще, проще так относиться. Проще. Это примитивный, это примитивный совершенно подход. И также у этого правого сектора это примитивный подход, который, по большому счету, наносит ущерб и всему правому движению, в общем-то, и в России. И России, русскому движению нанесен, я считаю, огромный, огромный ущерб. Огромный ущерб. Значит, и будущим переменам в России тоже, в общем-то, значит, они под вопросом, вот, так сказать, в ближайшее время. Потому что народ сейчас смотрит и видит, что захвачены просто табуретки и все, и больше эти люди ничего не хотят делать. Сплошная демагогия. Олигархи, которых нужно было люстрировать и вытряхивать из них все. Ахметовы там все эти, Коломойские, вся эта, вообще, криминальная, уголовная какая-то шайка, вот. Она, оказывается, так сказать, стояла за всем этим делом, и они будут править. Все. Знаете, что еще говорить? То есть, поэтому, вот, когда вот Канут Лейфсон пишет про наши, там, мы не хотим по доме автоматов, автоматов это демагогия. То есть, это, видите, опять же, так сказать, попытка выдать желаемое за действительное. Нужно, мне, может быть, тоже хотелось бы выдать желаемое за действительное. Нужно смотреть вещи, так сказать, на вещи честно, прямо, в общем-то, вот. И трезво. Так, ну, вот, Петр Москва пишет. Владислав, с благополучным возвращением. Не кажется ли вам, что теперь после бандеровской истерии, борьба с коричневой угрозой на Украине, русские теряют последние шансы на осуществление правого протеста в РФ? Сейчас Путин в лице бадломаса будет иметь полное оправдание и дальше закручивать гайки и усиливать давление на правых русских. Ну, вот, вы правильно, значит, оценили ситуацию. Вы совершенно правильно оценили ситуацию. Хотя в любом случае, значит, события на Украине, они имеют позитивное значение. В любом случае. В любом случае. Понимаете, так сказать, события пошли. Это важно. События пошли. Сам факт сноса Януковича, это фактор позитивный. Понимаете, так сказать, вы думаете, что если я там вот развернулся там на 180 процентов, мне пишут, развернулся на 180 процентов, никуда я не разворачивался. Я воспринимаю снос свержения Януковича как фактор, безусловно, позитивный. И я надеюсь, что все-таки, значит, там на Украине восторжествуют нормальные силы, которые проведут учрительное собрание, которые, в общем-то, дадут права, нормальные права населению страны. Потому что на каком языке говорить, там вот эти все, так сказать, это все мелочи, ерунда. Тем более русские строили эту страну вместе с украинцами, так сказать. И кто там украинец, то русский, так сказать, большой вопрос. Понимаете, в смысле, так сказать, там человек может быть записан русским, а он там имеет украинские корни. Я просто знал там массу людей, значит, он человек говорит мне, такой серьезный человек, серьезный человек, он там, вот. Он говорит, а у меня так, знаешь, у нас в семье всегда так было. Я записан русским, а брат у меня украинца в паспорте. И папа так записана была там. У них в семье, так сказать, там один русский, один украинец. Что тут можно поделить? Как ты можешь там поделить? Понимаете? Только самоуправление, когда люди там сами будут решать. И все. Ну, просто кто-то хочет разделить народ. И вот тут есть оправдание в адрес вот этих западноукраинских националистов, что они правильно поступают. Они выполняют тоже какую-то функцию по разделению народа, русского народа, большого русского народа. Ну, как ни крути, украинцы, в общем-то, входят в состав, они входили, так сказать, числились русскими. Ну, давайте, так сказать, назовем вещи своими именами. Числились они русскими. Никуда тут от этого не деться с историей. Их-то записывали русскими, даже вот это галецкие земли, вот львовские земли, там находилось воеводство. Звалось оно русское воеводство. Понимаете? Вот. Вот. То есть люди идентифицировали себя в 17 веке, в 16 веке. То есть оно в составе Речи Посполитой было русским воеводством. И сейчас там, так сказать, вся эта история осталась. Так. Петр Москва. Владислав, а есть ли русские на Украине? Да все там русские. Ну, все там русские, понимаете, так сказать. Можно там все что угодно говорить. Да, вот они выделились из русского народа, стали другим народом. Возможно. Но корни у них русские. Корни русские. Мы происходим из одного, в общем-то, так сказать, корня. Вот. Как? Вот не хотят нас разделить. Очень хотят разделить. Вот. Важно. По информации информагентств в Черное море движется авианосная группировка США. Что это может значить? Интересно. Да, я думаю, что ничего там особенно, так сказать, и не будет. Денег не дадут. Кто даст, тот, в общем-то, и будет прав. Американцы дали денег вот новому киевскому руководству? Не дали, не дадут. И европейцы не дадут. А нужно хотя бы там десяток миллиардов дать. Не дадут. Ни китайцы, никто не даст. Я думаю, что сейчас будет там серия каких-то совещаний, что делать с Украиной. То есть, и судьба Украины, к сожалению, к огромному сожалению, зависит не уже от народа Украины. Она зависит от великих держав. Вот великие державы будут решать, что делать. Ну, там, плюс Польша. Плюс там пограничные страны. Они будут решать, что, какое будущее с Украиной. То есть, либо это сохранится какое-то государство, либо это государство будет, в общем-то, так сказать, разделено на части. Такое я не исключаю. Дело в том, что, значит, находится в очень тяжелой ситуации. То есть, вот пытались вот срастить, но вот кто-то разрывал постоянно. Дальше вот тут пишут, что, значит, тут мурзилки, значит, из России там действуют в Днепропетровске, Донецке. Ну, возможно, и россиянским спецслужбам и дано задание, там, значит, наводить какой-то, так сказать, хаос, там, способствовать хаосу. Но я так полагаю, что все-таки больше всего заинтересованы в этом хаосе представители бывшей администрации Януковича, которые лишились, в общем, своих табуреток. Это тоже люди с деньгами, это тоже люди, которые кормились на этих территориях, и, в общем-то, так сказать, они мотивированы там что-то делать. А там россиянским каким-то спецслужбам что-то делать, ну, я думаю, что они просто не способны что-то сделать. Понимаете? Если бы были нормальные спецслужбы, там, в общем-то, и в Крыму не надо было бы никого никуда вводить. Понимаете? Уже все было бы подготовлено, уже бы, так сказать, местные жители бы быстренько, так сказать, вышли бы там из подполья, ну, так назовем условно, и взяли бы власть. И все бы россиянские части сидели бы на попе ровно, сказать, так, в общем, мы вообще ни при чем. Вот. Это было бы красиво. А раз пришлось там каких-то задействовать солдат и солдатиков, понимаете, так сказать, это говорит о степени подготовки этих спецслужб. Поэтому не надо преувеличивать их, в общем-то, возможности. Вот. Не надо. А вот местные, они могут. У них есть и деньги, есть и мотив, и, в общем-то, так сказать. Знаете, опять же, их желание наводить хаос, в общем-то, дестабилизировать обстановку, оно ложится на благодатную почву. Народ возмущен. Все ждали, что придя к власти, вот эти, значит, революционеры, оппозиционеры, вот они как бы предложат федерацию. Вот. Свободу. А вместо этого они предложили, значит, выбрать заново Пахана, президента. Ну, из своих и дальше продолжить, вот, так сказать, там, пилить это самое. Посмотрим, что будет. Астрал, Владислав, а они нас, русских, не считают принадлежащими к Руси, они говорят, что мы финно-угры, татары и мы орда, просто украв у них, просто украв у них слово русский, Русь. Что мы украли. Ну, это говорят те, кто, в общем-то, по заданию, либо, значит, ну, даже есть искренне, которые хотят нас разделить. Вот, понимаете, вот есть народ. Вот, вот я вам говорю, в семье в одной брат русский, другой родной брат с этими же папами и мамами украинец, вот, значит, ну, да записывались, как хотели. Понимаете, вот. Вот, и русский язык, он, как бы, не столько, там, язык, там, какого-то, какого-то, там, имеет какое-то важное значение, а просто язык, который люди с детства учили, который в семье изучали. Понимаете, невозможно перейти на другой язык, если в семье говорят на этом языке. Ну, невозможно. Этих людей, там, выкинуть из социума, получается. Навязать им, на самом деле, украинский язык есть, там, ну, проблема определенная, что западноукраинский язык, ну, как бы, значит, обозначен, как эталонный украинский язык. А это не совсем так. Это не совсем так. В центральной Украине говорят на суржике. Ну, есть такое понятие суржик. То есть язык, в общем-то, значит, есть там слова из, там, западноукраинского, или, там, украинизм, или, там, русизм. Поэтому, я считаю, что, как хотят люди, пусть так и живут. Значит, самое главное, революционеры не дали им свободу. Вот пришли, там, значит, во Франции революционеры. Первое, там, декрет о свободе. Декрет такой, да, эти взяли язык, отменили. Право людей, то есть, там, заполнять квитанции ЖКХ. Что такое региональный язык, еще раз повторю. Заполнять, чтобы квитанции ЖКХ были не на государственном языке, а на местном региональном. Там, все, к нотариусу, чтобы, там, доверенность на, там, автомобиль, там, на русском заполнять. Значит, ну, не знаю. Вот, знаете, есть подозрение, что кто-то, может быть, проплатил этим деятелям. То есть, они настолько несамостоятельны, что проплатил, что... А, ну, вот давайте первым законом примите. Все, это как бы, вот, они выкинули этот флаг. И все. Знаете, уже ничего не исправить. Выступал, там, мэр Львова, мне прислали ссылку. Вот, посмотрите, вот, это вот тот самый, вот, плохой человек, которого вы считаете плохим. Да не считаю его плохим. Хороший, милейший человек, мэр Львова. Но он не может исправить за этих революционеров, в общем-то, так сказать, им заменить их уже не может. Все, поезд ушел. Он к ним не имеет отношения. Во Львове, там, люди говорят, ну, вот, на этом языке. Они имеют право говорить, надо уважать их право. Я еще раз подчеркиваю, нужно понимать и уважать тех людей, понимать их, у кого пострадали родственники во время сталинских вот этих... Сталинской борьбы с бандеровским движением. Нужно тоже понимать их. Но это не значит, что, так сказать, нужно позволять тем людям, которые, значит, обижены, бегать и стучать прикладом по голове всем, кто, так сказать, говорит не на том языке. Дальше вот народ писал, вот, вы знаешь, Владислав, вот я проехал всю Украину, значит, говорил по-русскому, на русском языке, и все нормально ко мне относились. Замечательно. То, что народ к этому нормально относится, это очень хорошо. Но вопрос идет о том, что люди, которые владеют русским языком, они, ну, недостаточной степени владеют украинским, они становятся людьми второго сорта. То есть ты не можешь получить должность, ты не можешь правильно, да, заполнить документы на кредит, там, ты не можешь, значит, там, получить, там, возможность учиться, вот, и так далее, и тому подобное. Дети твои не смогут получить возможность учиться. Потому что в твоей семье все говорят на русском языке, вы не знаете тонкостей вот этого, так сказать, украинского языка. Ну, не знаете. Сказать «учи» — это легко. Где учить? Там, ребенку, там, 10, там, 12 лет. Хрен ты в 10 лет, что ты там выучишь. Ну, хорошо. Если ты думаешь уже на русском. Есть уникумы, которые могут выучить, а есть, которые не могут. Что их теперь, в общем-то, списать? Вот такую бомбу товарищи, в общем-то, заложили под свою революцию. Ну, и в первую очередь, если бы они, даже если бы они приняли законные языки, ну, если бы они решили бы созвать учительное собрание и сообщили, что мы вам дали свободу, я думаю, что по-другому было бы. Или, там, Тимошенко показывают. Мы всегда выступали и говорили, что это дама с золотыми волосами, пассионарная женщина. Она еще сыграет свою роль. Возможно, все равно украинские события сыграют свою роль для России. Вот. Ну, сегодня она просто как-то, ну, просто лгала. Вот я смотрю там по телевидению, она там что-то заявляет и просто тупо лжет. Не может политика лгать. Что, значит, мы тут там соберем армию, что-то какую-то чушь такую несла, понимаете. Мне кажется, любой нормальный человек понял. Алия Москва. Здравствуйте, Владислав. Вы совершенно правы в оценке клики Януковича, так и тех, кто захватил власть, и тут же принялись жадно ее делить. Нормально человеку и те, и другие одинаково омерзительно. Как сказал Шекспир в Ромео и Джульете. Чума на оба ваших дома. Точнее, не скажешь. Понимаете, для того, чтобы, в общем-то, не заболеть вот этой заразой политиканства, нужно к этому относиться спокойно и трезво. Потому что верить и надеяться на то, что вот эти революционеры что-то делают, это совершенно пусто. Вот. Это будет дальше, значит, сносить и корежить мозг. Вот если вы говорите, чтобы у вас мозги остались на месте, в общем-то, так сказать, их не сносило, не корежило, посмотрите на ситуацию объективно. Так, вот, ну, про авианосную группировку. Еще раз повторю, мне очень жаль, что вот так оно получилось. И еще неделю назад радовались, значит, и вот, так сказать, считали, что вот Русь там, Русь, Украина, вот радовались. А потом вот такие, в общем-то, так сказать, новости. Хотя уже тогда они приняли закон о языке. Но еще было там пара дней для того, чтобы вот что-то там объяснить, кем исправить. Ну, в общем-то, все потом стало ясно. Так. Стас Питер, вы перешли на имперские позиции на 180 градусов. Нет, Стас, я всегда был, значит, национально настроенным русским человеком. Понимаете, вот. И никогда я не переходил на имперские позиции. И они сейчас не говорят, что надо захватить там, понимаете, так сказать, и расчленить Украину. Но нужно понимать, в отличие от Чечни, там, Ингушетии, там, я не знаю, значит, Грузии, Армении, Азербайджана, вот, Украина, территории Новороссии, территории, значит, Крыма, это древние наши земли. И нам не безразлично, кто на этих древних землях хозяйничает. Понимаете, если там будут править, в общем-то, дружественные нам люди, вот, братья наши, мы, я думаю, что с уважением будем к ним относиться. А если там будут править, я не знаю, крымские татары, мы будем относиться к этому плохо. Мы будем уважать их права, крымских татаров, в общем-то, но, тем не менее, в общем-то, я думаю, что это наше право, чтобы на наших землях были люди, древних землях, исторических землях, чтобы были люди, в общем-то, настроенные к нам хорошо, в общем-то, или, так сказать, похожие на нас, наши братья. А там не венгры и не, так сказать, не узбеки и не китайцы. Понимаете? Вот. Или те люди, чтобы не было там людей, которые отрицают наше право. Вот так вот как-то. Это совершенно не имперские позиции. Значит, не имперские. И наоборот, мы считали, что, я считаю, что если бы на Украине сформировалось бы нормальное, дееспособное государство, это было бы примером для России, значит, что вот, смотрите, вот свободное государство. И русский народ здесь бы поднялся. Ну, видимо, так угодно Богу. Понимаете? Вот так угодно высшим силам. Значит, там есть какой-то свой план. Наверху. Вот. Есть свой план, потому что я абсолютно уверен, все равно, в общем-то, в России будет русская власть. Все равно обязательно. И наверху, вот на небе, есть свой план. Вот куда мы ходили, там есть свой план. Так. Симферополь. Только что проверил наличие билетов во Львов через интернет. На завтра около ста билетов. Едеть не хочу. Проверить можно каждый. Может, каждый. http www.e-quitok.com.ua Ну, вот видите, Кнауф Лейсон, в общем-то, видите, как вас тут же подловили. Вы сказали, что билеты, поезда переполнены. Пожалуйста, ничего не переполнено. Никто туда не ломится. Народ проголосовал, это видно по их лицам. Так. Сергей. Сергей, сценарий Югославии, Украина. Понимаете? Здесь вот не от нас зависит. Мы просто констатируем факт. Через месяц, конечно, в России наступит полный экономический коллапс. Если вот кто-то не принесет денег туда, вот, значит, в Украине, понимаете, так сказать. И тогда оно само пойдет, значит, в разнос. Ну, вот, причем денег реальных, там, 5 миллиардов, 10 миллиардов долларов, там, серьезные суммы. Там 2-3 месяца никто не платит налоги. Я думаю, что сейчас там какие-то банды сообщают, уже там начали, там, разъезжать по регионам. Понимаете, центральная власть, она начала действовать как захватчики. Вот они, новые революционеры, пришли и начали действовать как захватчики. Население, бюрократия, значит, истеблишмент, он, как бы, уже это понял, значит, но еще, как бы, вот, будет реакция на это. Я думаю, что вот через, там, неделю-две, в общем-то, так сказать, они уже не смогут даже, там, заявлять, что они, там, что-то контролируют. Все попрячут деньги, там, масса чего остановится, ну, вот, к счастью, Украина, сельхозстрана, там, есть сельская хозяйство, там, с голоду народ не умрет. К счастью, я надеюсь, там, я думаю, что все нормально с этим будет. То есть, во времена большевичков это было бы вполне вероятно. Но сейчас люди, в общем-то, так сказать, научились выращивать, продавать, доставлять, тут проблем не будет. Вот. Но вот все просядет так, конкретно. Так, Ярославна, Киев, вот эти вот, Киев. Так, ты не называйте тех, кто сейчас в Раде революционерами. Это на 90% тоже кодло. Вот Ярославна пишет из Киева. Ну, вот, я думаю, что все понятно. Так, Валерий, Владислав, вы еще на небесах разочаровали, до свидания. До свидания, Валерий, до свидания. Вот. Пожалуйста, так сказать, это ваше право верить во что-то, так сказать, не верить, мне верить, не верить. В общем, я вообще, так сказать, выступаю за свободу. Вот. Будьте готовы к тому, что, в общем-то, вас постигнет по поводу Украины дальнейшее разочарование. Вот. Так, Сергуня, уважаемый Владислав, прокомментируйте, пожалуйста, если посчитаете нужным, последствия или не напада. Последствия или не напада, все-таки освобождение от вот этого морока. Оно есть. И это, как бы, результат еще, еще, я думаю, что результат до конца еще не получен и неосознан. Это не сразу работает. К сожалению, вот, опять же, видите, вот эти действия революционеров, они привели к тому, что люди, вот, ища точку опоры, вот они там, вот, в восточных регионах, в Крыму, ища точку опоры, начали опираться на этого Ленина. Понимаете, вот, вот, вот это проблема. Это проблема. Так. Сергей, а как насчет 160 миллиардов долларов, которые якобы должна Европа и Украина за ядерное, Европа-Украине за ядерное разоружение? Видел такую новость. Ну, вот вы верите, что кто-то Украине заплатит 160 миллиардов долларов за, так сказать, ядерное разоружение? Я вот не верю. Тем более, ситуация какая? Российская Федерация в 91-м году, когда, так сказать, осуществлялся развод Советского Союза, расход в разные стороны, он принял на себя все внешние долги, все обязательства в обмен на то, что, в общем, он получил там и зарубежную собственность, и, естественно, так сказать, ядерное оружие контролировалось из Москвы. Считать, что ядерное оружие контролировалось на Украине, это, в общем-то, большая иллюзия. Большая иллюзия. И часть ядерного оружия, оно контролировалось из Москвы. Если бы там на Украине захотели бы это ядерное оружие иметь, я думаю, что они имели бы дело с объединенным этим каким-нибудь командованием, которое бы, так сказать, ну, я думаю, что это ядерное оружие бы достало без вопросов. Во-вторых, там, я думаю, что кодов не было, там, ну, была там двойная или тройная защита. Я не знаю, как оно действует. Насколько я понял, была двойная и тройная защита. Александр Краснодар, вот так, от Украины уже тошнит. Мне-то, честно говоря, тоже уже. Все понятно, все понятно. Все, вот, все абсолютно ясно с этой Украиной. Посмотрите просто новости, сочувствуйте этим людям, которые пытаются, значит, ухватиться за соломинку, каким-то образом выжить и выплыть. Но вот здесь мы ничего сделать не можем, русское движение в России. Мы можем только посочувствовать. Ну, в общем-то, и в Кремле, я, кстати, хочу сказать, тоже много чего сделать не смогут. Вот, знаете, так сказать, если они там начнут, там, помогать, то это все, то это все может обернуться еще и против них. Так, значит, Виталий, аноним, ведь все с вашим нерусским движением понятно. Не, Виталий, мы русское движение, просто я вот как раз хотел перейти к поездке в Перу. На самом деле, еще многое понял. На самом деле, я понял, что нужно исходить, у нас и раньше это понимание было, но там это затвердил, это все, так сказать, это осознал еще более, так сказать, ярко. Нужно исходить из тезиса любви, понимаете, к собственному народу и к другим людям, а не к ненависти. Вот те люди, которые там, они, ими движет ненависть. Ненависть, и эта ненависть, она их сжирает, она их пожирает. И в России масса националистов, она как бы тоже их, в общем-то, распирает от ненависти. Самая большая проблема России, я хочу сказать, вот когда во время одной из церемоний, и это меня очень сильно потрясло, ну, в общем-то, ощущаешь некое, так сказать, подключение к такому, в общем-то, информационному полю. Вот, и я как бы настроился на Россию и почувствовал, так сказать, дикая там, в общем-то, ненависть. И этот, так сказать, этот шаман, он тоже почувствовал, так сказать, там вот ненависть царит. Россию нужно исцелять от ненависти, Украину нужно исцелять от ненависти, понимаете, так сказать. Ведь есть же такой анекдот, да, вот даже землю я взял туда, в общем-то, и почувствовал, она пропитана ненавистью. Пропитана ненавистью, пришлось, в общем-то, убрать подальше. Знаете, так сказать, вот, все пропитано ненавистью. Все пропитано ненавистью. А если это сложно понять, так вот, но попробуйте поверить мне. Попробуйте поверить. И в данном случае у нас ничего не получается, именно потому что, именно потому что, как бы, строится все на ненависть. У нас же анекдот такой есть, знаете, так сказать, как бы, ловит грузин золотую рыбку, вот. И она спрашивает, что тебе нужно? Он говорит, да мне, ну, машина, дом там, в общем-то, вот. Ну, она, да, золотая рыбка, говорит, ну, одно условие, у твоего соседа будет в два раза больше. У грузин, говорит, мне машина, дом. Ну, и у Гоги будет там соседа в два раза больше. Он говорит, ну, хорошо, да, дай бог ему здоровья, пусть, так сказать, пусть будет больше. Все, получил свое. Значит, с армянином та же самая история. Значит, ловят рыбку, у тебя будет вот машина, дом, у соседа в два раза больше. Ну, дай бог ему здоровья. Ловят русский золотую рыбку. Золотая рыбка ему рассказывает это условие, что все, что ты не пожелал у твоего соседа, Ивана, будет в два раза больше. И вот этот русский тяжко задумался, тяжко. Вот. И потом он говорит, да, значит, там, выколи мне глаз. Понимаете? Вот такой анекдот. Потому что, так сказать, у соседа, значит, он-то совсем ослеплит. Понимаете? Это вот ненависть, которая гуляет по России. Запущенная, еще я не знаю, еще я не знаю, во времена татаро-монгольского ига. И мы должны этот народ наш исцелить от ненависти. Понимаете? Вот исцелить его от ненависти. Предложить позитивную программу. И мы пытаемся это сделать. Я думаю, что по поводу Перу, значит, уже там сегодня, наверное, не получится так развернуто поговорить. Я думаю, что в следующей передаче я это сделаю. Вот. В данном случае, просто какие-то наметки. Наметки хочется сделать. В данном случае вот мы побывали вот в этой стране, которая находится в западном полушарии, еще и в южном полушарии. То есть мы, так сказать, и в другом полушарии были, так сказать, с точки зрения запад-восток, и в другом полушарии с точки зрения юг-север. Казалось, там, Латинская Америка, нищая страна. Счастливые люди. Счастливые люди. Сохранившие древние свои знания. Очень важно. Они сохранили вот свои знания древние. Я еще раз понял, что вот у нас это религия, вера. А там не вера, а это знания. В данном случае вот у нас попы, они навязывают вот какой-то подход к религии, как вот ты должен верить вот в это, вот в это, вот в это. А это все бесовство. А у них сохранилось вот настоящий такой подход к мирозданию, к миропониманию. И в первую очередь это как бы религия, точнее не религия, а шаманы, они учат понимать этот мир и действовать в гармонии с ним. В данном случае, значит, вот все их учение, оно пронизано, значит, учением о том, что нужно относиться к любовью, с любовью, там, к окружающим, к народу. А у нас, знаете, вот эта религия, я думаю, что православие тут поработало, христианство вообще крепко поработало. Потому что оно пронизано тоже ненавистью. Ненавистью. Коды пронизаны ненавистью. Вот прямо оно чувствуется. Вообще, значит, власть была пронизана ненавистью в стране. Поэтому я вот и поехал в Перу, потому что, в общем-то, мне казалось, что там я, значит, смогу найти вот какие-то ответы. Ответы от шаманов, и, значит, эти ответы я нашел. Эти ответы я нашел. Мы, как бы, прошли, так сказать, целый ряд церемоний. Целый ряд церемоний. Я назову так, было духовное путешествие. Вот, было подключение там к информационному полю. Вопросы, которые созрели, эти вопросы, они получили свои ответы. Наступило какое-то понимание. То, что вот не совсем ясно было. Не совсем ясно. Предчувствие, ощущение было этого, но нужно было, наверное, для каждого человека нужно подтверждение. Вот это подтверждение было найдено. Что-то было открыто вообще, так сказать, новое. Невероятное. Невероятное. Что хочу сказать? Самое главное. Высшие силы есть. Вот вы должны это знать. Вот что я еще раз хочу. Я говорил всегда, я суеверный человек, я верующий человек. Я хотел поехать туда, возможно, за подтверждением этой веры. Возможно, я был вызван туда. Скорее бы даже так. Скорее даже так. Я был вызван туда. Ну, я так это толкую. Какие-то знаки, какие-то события, ситуации. И наше путешествие, экспедиция, она была, в общем-то, очень благоприятна. То есть мы ехали в сезон дождей. Ну, вот сезон дождей, это, так сказать, когда там плохая погода. И вот, значит, наш гид сказал, что на Мачу-Пикчу мы когда приехали, что в этом году, вот в этот сезон дождей, сколько раз я, значит, был на Мачу-Пикчу, вот, сколько раз были с группами на Мачу-Пикчу, всегда был дождь. Вы приехали, солнце. Это первый день вот в этом году солнечный. Понимаете, вот. У нас там было галло. Вот на фотографии, вот, в материале есть это галло. Здесь мне спрашивают, а часто ли в Перу галло? Галло – это вообще редчайшее событие, это редчайшее такое солнечное явление, причем в том, такое, которое было там. То есть прямо над головой солнца, потому что это был полдень. И вокруг солнца второй круг такой огромный. Вот, значит, и, понимаете, ощущение чего-то, так сказать, вот невероятного, необычного. Вот. Вот такое ощущение было. Вот во время вот этой церемонии как раз и тоже как бы пришло, как бы, так сказать, такое прозрение, целый ряд прозрений. То есть мы были там в нескольких храмах. То есть церемония происходит в нескольких храмах, древних, индейских храмах. Вот. Значит, храм подключения, так сказать, к какому-то, так сказать, всеобщему полю мировому. Вот. Есть там такое. Эти храмы не туристические. Это, скорее всего, остатки этих храмов. Это такие развалины. Но храм воплощения, он в скале. Такая огромная скала в виде ящерицы, пумы и кондора. То есть это у них три там существа вот этих, которые есть, присутствуют везде. Значит, даже там такая статуя есть, у них знаменитая манка Капака, вот как бы, значит, такого первого инки, вот какого-то легендарного такого первого человека, там, чуть ли не первого человека. Такая, и вот он, значит, он рядом с пумой, внизу змея, и у него, значит, над ним там машет крыльями кондор. И вот этот храм воплощения, он, значит, представлен как бы соединением этих вот животных. И вот настолько эти, вот индейцы, вот эти шаманы, настолько они глубоко понимают мир, что вот он смотрит и вот видит фигуру и говорит, вот смотрите вот эту фигуру. Ну, там все уже обозначено. Он уже, конечно, рассказывал то, что уже знают, традиции. Вот посмотрите, а вот это голова пумы. И смотришь, да, голова пумы. Вот это голова пумы, и вот эта голова, она как бы приобщает тебя вот к миру вот к этому. Ну, потому что, так сказать, самое, что интересно, миропонимание очень, так сказать, так похоже на толкование устройства мира, которое вот я читал, так сказать, у египтян. То есть, я думаю, что это не случайно. Значит, это, видимо, реальные, реальные знания, которые у них получены, так сказать, когда-то в древности. Сами инки, сами вот эти вот кечу индейцы сохранили свою родословную. То есть, там вот село проезжаешь, и вот гид говорит, что вот в этом селе, я вот знаю, я вот, так сказать, бывали, вот эти местные жители, они свою родословную знают с доиспанских времен. Значит, вся их вот эта вот религиозная культура, она, ну, не вся, наверное, но она в значительной степени, она все-таки выжила, сохранилась. Самое, что интересно, вот даже испанцы, вот колонизаторы, которые уничтожали все достаточно жесткая инквизиция, там была, в общем-то, так сказать, католики были, и то они оказались мягче, чем вот эти, так сказать, христианские попы, которые уничтожили здесь, на Руси, в общем-то, подчистую. То есть, подчистую они там в 16-м, 15-м, 16-м, 17-м веках, они уничтожили древнюю русскую культуру и наше знание. Потому что, бесспорно, все это у нас было и у нас. Ездил я и в джунгли, ездили в джунгли для, в общем-то, так сказать, распрохождения вот этих церемоний, ну, для каких-то, так сказать, духовных таких путешествий. Эти тяжелые церемонии были. И что еще тут сказать? Вот знаете, так сказать, после Украины очень так сложно перестроиться. Ну, вот, было приятно увидеть вот этих величих шаманов. Ну, вот, я понял еще какую вещь. Каждый народ на земле, каждый народ на земле выполняет какую-то свою функцию. Выполняет свою функцию. Да, там немцы замечательные, там, автомобилестроители, станкостроители. Но это не значит, что немцы лучше вот этих вот индейцев. Понимаете? Совершенно не значит, потому что эти индейцы выполняют свою роль на этой планете. Мы, русские, приехали, прибыв туда за, там, 17 тысяч километров, вот так вот где-то, за 17 тысяч километров, и мы получили то, что ни в какой Германии, значит, мы не смогли бы получить. То есть они, знаете, встречали с открытым, и встречают людей с открытым сердцем. Они щедро делятся вот этими знаниями, вот этим пониманием мира. И вот в результате вот такого общения ты начинаешь понимать, что в этом мире все не случайно. И вот эти люди нужны. Вот эти люди нужны. Что еще вот тут можно добавить вот из... Вот тут вопросы, я лучше почитаю вопросы, так отвечу. Понимаете, после вот Украины очень... Вот когда начинаешь вот говорить, обсуждать это, все равно ты вот погружаешься в эту такую тину, вот в тину. Вот, может быть, раньше я бы дольше эту Украину бы обсуждал, там, значит, мы там какие-то материалы там бы делали. На самом деле я это делаю, вот мы это делаем, потому что, ну, в общем-то, чтобы вот людям что-то разъяснить. На самом деле нам уже вот все понятно. Абсолютно, без всяких слов. Все понятно с этим. Но вот эта тина, из нее вылезти тоже как бы, так сказать, вот этой ненависти, вот из нее вылезти, вот, так сказать, чисто ментально очень тяжело. И поэтому я сегодня был настроен поговорить о Перу, но вот видите, так сказать, засосало, засосало. Вот, я думаю, что лучше, значит, поговорить в следующий раз. Потому что я считаю, что вот это путешествие в страну, вот где денежной единицей является соль, солнце, где всюду присутствует солнце, оно оказало на нас и вообще на русского человека, оно окажет такое очень благотворное влияние. То есть это люди, которые, в общем-то, исповедовали вот такие солнечные культы. Само Мачу-Пикчу – это солнечный такой большой храм солнца. Огромный. Причем храм, который имеет доисторические какие-то корни. То есть явно это видно, что, так сказать, кладка там какая-то доисторическая. Там видели, конечно, оплавленные камни. То есть, возможно, были какие-то там битвы между, так сказать, там этими доисторическими цивилизациями. Но вот сами вот эти храмы, сами постройки, видно, что это, в общем-то, постройки, сделанные достаточно серьезными развитыми цивилизациями. И цивилизациями настроенными, знаете, как эзотерически настроенными. С эзотерическим каким-то основанием. Потому что там вот есть фотография, камень, который явно использовался, значит, для какие-то там ступеньки есть. И там сзади камня ничего нет. Там дальше пропасть. И вот, возможно, вот эти индейцы летали. Дальше есть воспоминания этих испанских монахов, которые описывают полеты вот этих индейцев. То есть, вот они описывают, что вот эти индейцы, используя вот какие-то вот церемонии, обряды, они летают. И там понимают, что это вполне возможно. Совершенно вполне возможно. Владимир, удалось выяснить, какая миссия у русских? Я бы удалось выяснить, какая миссия у России. Вот так я бы сказал. Какая миссия у России? Россия была, есть и будет. Вот что, значит, понятно стало. Однозначно. Была, есть и будет. Вот. Понятно стало, какие цвета должны быть у русских. Вот понятно, это тоже стало. То есть, оно как бы чувствовалось. Но там стало понятно. То есть, там был целый ряд открытий. Но я еще должен, знаете, я должен еще осознать и понять, что можно говорить, что нельзя. Для того, чтобы, вы знаете, значит, не забегать вперед, не делать слишком быстрых шагов. Знаете, я так полагаю, что аудитория не всегда может быть готова вот к этим, к этой информации. Вот так я бы сказал. Так. Алексей Сурала. Здравствуйте, Владислав. А правда ли, когда выезжаешь за пределы России, чувствуется облегчение души? А когда выезжаешь, наваливается тяжесть, мрачная атмосфера и депрессия? Ну, это вообще как? Выезжаешь из страны, значит, это чувствуется. В Перу ты вообще как бы находишься вот такое ощущение, что немножко даже на другой планете. Хотя чувствую себя удивительно комфортно. Удивительно комфортно. Вот что еще так интересно было? Когда, ну, такие знаки, кроме всего прочего, знаки были. Когда, приближаясь к храму воплощения, появился человек с собакой. Собака совершенно фантастическая была. И она была похожа, знаете, на вот Семаргла. Вот есть в такой, в древней русской традиции такое посланник богов Семаргл. Вот эта собака, она была похожа. Вот такая она, в общем, необычного окраса. Мощный, здоровый пес такой. Вот. Я хочу сказать еще, там люди счастливые. Там счастливые люди. Не все так там безоблачно, там, значит, ты проезжаешь Лиму, там, значит, там масса, вот, так сказать, там этих кварталов, там, в общем, все в этих клетках. Но там вот, где мы были, в Коско, Коско, пуп земли, люди счастливые. И это чувствуется. Понимаете, так сказать, вот здесь в России, как бы ты смотришь на человека, он загружен, он перегружен какой-то, вот, какой-то, каким-то негативом. А там они счастливые. Ну, ни голодных не видели, правда, так сказать, ни, так сказать, там, каких-то так, каких-то озабоченных. То есть, они там чем-то занимаются, но это все, так сказать, с оттенком такого, так сказать, счастья. Оно не значит, что они там улыбаются, как идиоты. Нет. Счастливого человека видно по-другому. Внутреннее такое его состояние. Это внутреннее состояние считывается. Так. Сысой. Можно ли убивать врага из любви, с любовью? А, видите, вы сразу, так сказать, обостряете вопрос. Вы сразу обостряете вопрос. Вот. Это слишком длинный вопрос для того, чтобы так просто ответить. То есть, если вы защищаетесь, если, так сказать, вам, как бы, угрожает смерть, я думаю, что, в общем-то, в плане защиты, да, вы вправе, в общем-то, исходя из защиты. А просто так, нет, вы знаете, так сказать. Вот. Все нужно делать с любовью. В первую очередь, с любовью к себе. Вы должны любить себя. Окружающих. Свой народ. Значит, эта любовь должна быть гармоничной. То есть, это не то, что, так сказать, вы только любите себя родного и больше никого. Остальных всех, получается, ненавидите. Вы должны других тоже любить. И за вас все получится. Так. Так, сейчас, вот еще вопросы. Игорь из Питера. Просто какой-то мистический вирус ненависти занесен в души и сознание украинцев и русских. Работали над этим? Над этим серьезно работали. Вот. Я хочу сказать, наступил период, когда от этого Россия должна избавиться. Избавиться от этой ненависти должна быть сформулированная идеология, которая, в общем-то, в которой не будет места ненависти. Люди должны понимать, что нужно действовать не из желания там кому-то отомстить, а из желания принести пользу, счастье себе, другим, окружающим. Вот тогда оно что-то получится. А желание, когда, так сказать, кому-то навредить, внутреннее желание. Ну, вот скажите, вот, те люди, которые принимали закон об отмене вот этих языков, ну, что они хотели? Они что, хотели кому-то счастье принести? Неужели вот это им счастье бы принесло? Вот если какие-то другие бы там стали людьми второго сорта, корячились. Но дело в том, что подход, отказ от ненависти, он, в общем, порождает совершенно другую философию. Философию борьбы, философию, в общем-то, перемен, философию, в общем-то, развития. Вот. И я считаю, что нужно будет, в основном, в общем-то, так сказать, идти по этому пути. По этому пути. Создавать, вот, философию, идеологию позитивную. Позитивную. Так. Аноним, Владислав, все-таки эзотерическое мировоззрение расширяет сознание и помогает воспринимать политическую реальность адекватно. Вы просто один в один озвучили мои мысли насчет Украины. Спасибо. Игорь Ветров из Питера. Спасибо вам, Игорь. Спасибо. Я думаю, что после вот этой поездки я много чего смогу сказать. И я думаю, что возможно, и раньше, так сказать, говорил правильно, но ошибался. В этот раз я буду меньше ошибаться. Вот так бы я сказал. Потому что сказать, что, вы знаете, я там ни в чем не буду ошибаться, это, в общем, самоуверенность. Неправильно. Не так. Но я, возможно, буду меньше ошибаться. Возможно, буду больше уверен в каких-то выводах. Дело в том, что, конечно, мы продвигаемся на ощупь. Мы продвигаемся на ощупь. Так. Владимир, можете подтвердить существование высших сил? Знаете, Владимир, я вот подумаю над вашим вопросом. Я думаю, что это первая передача. Это даже не передача, а поездки в Перу. А это, скорее всего, такое, знаете, просто регансценировка. Когда... Ну, понятно, вы поняли, о чем идет речь. В данном случае, ваш вопрос, он, значит, должен быть... Либо на него должен быть ответ, либо какое-то подтверждение. Ну, вот я подумаю, как на это ответить. Ну, я думаю, что на этом нужно закончить сегодняшнюю передачу. Вот здесь пишут, что придется ждать четверга. Да, в четверг будет передача. Дело в том, что вот обсуждение вопроса Украины отняло очень много сил. Мне хочется вот не то, что вот как бы распропагандировать, как бы этот большевички там, или там, значит, вас убедить, а просто вам помочь самим найти правду. Потому что вот есть... Я уважаю своих слушателей, уважаю читателей. Я хочу, чтобы эти люди, в общем-то, так сказать, послужили, вот были бы ядром будущего, в общем-то, какого-то такого продвижения информации в России. Просветления, я бы так сказал. Потому что народ находится в мороке. Это реально. Наш народ находится в мороке и в ненависти. Подпитывает морок ненависть. То есть вот такой ответ вам. Морок подпитывает ненависть. Не просто, понимаете, так сказать, он так вот, знаете, так сказать, наведен. А для того, чтобы он существовал, он работал, нужно, чтобы у человека в душе была ненависть. В сердце, чтобы его ненависть. Этой ненавистью он сам подпитывает этот морок. Он сам создает энергию эту. Он производит эту энергию. И дальше в него все загружается. Максим, выложите сейчас запись радиопередачи. Ну, попробую, постараемся. На этом я хочу закончить сегодняшнюю передачу. До четверга. С вами был Владислав Карабанов. Ари-радио. Программа «Русский взгляд». Программа «Русский взгляд».